всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life попастал на тормоз сегодня у нас распаковка китайская распаковка все товары будут с алиэкспресса короче у нас будет раз два три четыре коробки почему китайская потому что это китайская все с китаем все солисты вы скажете коротенько мне не выскажу а мне не нравится алиэкспресс во первых они нас обманули один раз нам не пришел товар который мы заказали и это были деньги шар и яйца которые на пасху но я объясню почему мы могли бы это нормально что они не вернулись что мы спалились ничего страшного мы заказывали детям подарки да иногда подарки приносит дед мороз иногда кролика иногда родители такое бывает и дети заказали подарки какая-то дети деду морозу пишут подарки но потом же мы что же им дарим подарки ну в общем мы заказали они не прислали но все смотрели 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 и в общем никакой так не день в какой-то на короче мы ждали ждали учитывая то что с алиэкспресс товары идут очень долго я как бы не мониторю там это приложение не смотрю сколько дней там до конца заказа осталось и все такое прочее короче вот мы ждали ждали издали издали изданики поели я в один прекрасный момент открываю приложение блин там написано посылка доставлена а посылка недоста посылка недоставлена и срок подачи заявки вот этого вот спора и стек к сожалению что в таких моментах неприятно я написал этому продавцу он написал вы можете открыть спор конечно он знал что мы уже не можем открыть в общем 5 долларов мы ему подарили на разве что больше всего меня в таких ситуациях обижать это когда ты к чему-то готовишься ты хочешь сделать счастливым кого-то да а тебе мешают это делать это еще даже обиднее чем 5 долларов да а что мне не нравится в алиэкспрессе это вот то что нельзя вернуть товар назад вернее его вернуть можно но надо заплатить обратную пересылку и учитывая что например какой-нибудь товар стоит 7 долларов а то и доллар или пять там я не знаю и заплатить 3 доллара за пересылку обратно то в общем на 7 купил 3 отдал тебе вернули 4 доллара и что с ними делать да я купил товар я хочу его иметь либо рабочим они типа или например они говорят что типа мы можем вернуть вам так там часть денег да зачем мне не рабочий товар и часть денег если я не могу пользоваться например этом выбирал какие-то гаджеты и люди пишут там о товар пришел очень быстро ставлю 5 звезд не горит одна лампочка мне вернули 3 доллара и что за что ты ставишь зачем ты ставишь во первых пять звезд этому покупателю зачем ты радуешься что тебе вернули пару баксов если в принципе ты какое-то количество этих же баксов заплатила оно не работает если ты хочешь чтобы тебя горели три лампочки у тебя одна не горит зачем тебе за полцены блин две лампочки для меня это не нормально и поэтому amazon конечно в этом плане и волмарт и все остальное это крутят заказываешь не нравится блин тут же пишешь тебе тут же на почту приходит вот такой вот стикер наклейка распечатал его блин налепил и все можешь около дома оставить можешь занести в общем в общем алиэкспресс чем хорош что все стоит копейки ну как все да но это да дорога в один конец то есть тут такая лотерея за копейки покупаешь и тебе повезло или закупить за копейки купил тени производства выйти и потом ты можешь фейсбуке участвовать фотографиях ожидания реальность заказать еще да ну и еще что интересно почему вот всякое много количества этих коробочек и так в одно время и тут еще не хватает пары коробок они сейчас дойдут и я допишу этот влог и вы все это увидите и будет здорово в общем как говорится без вот сейчас все что вы увидите без этого практически без всего можно жить и мы жили и все было хорошо но тут опять же вот это все совпало случилось на алиэкспресс раз вот она вместе с праздником днем независимости у них там шла какая-то неделя сейл и сейлы были там и по 10 и по 50 и по 70 процентов очень хорошие но опять же я говорю мама мы бы не глядя мы никогда не смотрим на эти недели распродажные то есть если что-то надо она покупается если а я люблю всякие безделушки и в общем несколько факторов первый фактор то что сейлы но он не самый главный самый главный это что есть определенная куча кредиток из этой кучи мы пользуемся буквально двумя-тремя там которые дают хорошие кэшбэки возвраты так называемые прочие дела на которых можно зарабатывать обратные деньги там от костка от барклайс карт и прочее прочее это немножко кредитка вот но остальные мы не используем и что делают банки если ты не пользуешься кредиткой он берет значит сначала предупреждает тебя если ты не начинаешь пользоваться он эту кредитку может аннулировать аннулированная кредитка очень хорошо ударяет по кредит рейтингу кредит карма отображает это да по кредит скор по кредит рейтинг и короче от того что у тебя аннулировали кредитку той до падает твой рейтинг это плохо поэтому чтобы такое не случилось одна кредитка вторая кредитка возможно тут где я не знаю 3 4 идет там 5 6 7 то есть я взял каждую кредитку и купил на нее какие-то копеечные товары товар номер один который надо было купить по приезду в америку буквально на следующий день но мы это долго не делали я это сделал это супер вещь короче вот это вот стоит по моему 99 центов два переходничка это обычный переходничок с европейской розетки на американскую для чего они нам нужны они нам уже не нужны они нам нужны у нас есть от самсунга который приехал из беларуси зарядное устройство и у нас машинка для стрижки есть ты гений она день короче основа на стрижке это для самсунга то машинка нужно я сейчас объясню а это для стригучие машинки у нас в беларуси уже маришка начала тогда практиковать стрижку стала парикмахером домашним ну для своей семьи но если вы хотите приезжать она вас пострижет за очень она вас пострижет за очень умеренную сумму денег небольшую это очень выгодно стрижка обычная мужская стрижка вот так вот меня постричь там антошку сашку стоит 25-30 долларов у нас в нашей эре и скажем так в ближайших 30 я заканчиваю это все быстро вот а маришка вас пострижет за 10 долларов первый первый раз бесплатно вот так вот значит у нас была машинка для стрижки philips она очень хорошая мы очень долго стриглись потом у нее сломалась там вот это вот одна пластмасска и она стала стричь с полосочкой но учитывая то что меня маришка стрижет без насадок это машинка ну просто супер и теперь я буду через пять лет снова стричь со своей старой машины вот а так как количество гаджетов это при условии что когда она делала порядке нет она лежит конечно а так как у нас количество всяких планшетов телефонов дофига и зарядных устройств постоянно не хватает одно лежит европейская то чем покупать зарядку за 5-10 долларов непонятного качества на алиэкспрессе и будет работать оригинальная зарядная от от самсунга ну открывать катаринка очень хочет скрыть очередную давай отрезай хвостик давай давай смели вот так вот ее разрешили разорми разгрузили вот тут тоже две каких-то штуки вижу короче опа ничего и склеены между собой давай разбираться то все ножом короче вот такая модная коробочка нарисован мотоцикл ну подойдет это не только для мотоцикла подойдет это для автомобиля в общем это я покупал себе я люблю всякие штучки в машине а также пассажирам нравится когда все кругом круче нам учено в общем красиво они охают ахают говорят смотри у него мусорка есть машине блин вот в общем если видно в камере то видно если не видно я потом покажу на машине и попробую сейчас ей посвятить значит здесь два таких приборчика которые делают на алиэкспресс они называются английские крылья вот такие полосочки их можно сделать внутри машины их можно сделать снаружи машины значит здесь два приборчика стоит стоят эти эти два приборчика 19 долларов там сколько-то центов но учитывая то что была неделя распродаж то за 19 долларов несколько центов я получил 4 приборчика получил как говорит катаринка то есть одна коробочка стоила без распродажи 19 а я купил за 19 2 вот значит здесь какие то есть винтики для крепления здесь есть что здесь есть здесь есть на на предохранитель и собственно сам вот этот вот глазок сейчас мы его попробуем включить блин ну что ж она так замотана хорошо и посвятить на стол так давай это все это все муки она нам не мешала это мы бросать не будем да мне надо вот значит у меня есть вот такой вот 12 вольт переходничок у него плюс внутри минус снаружи сейчас я вставлю проводки и попробую посвятить о загорелась маленький проводочек поэтому плохой контакт сейчас мы это все улучшим хочет нет ну по нормальному это надо конечно подключить ну ну вот это вот сейчас вот так вот вау короче она будет светить синеньким светом надо сделать вот так вот антошка иди посмотри видно на столе это или нет в камеру пожалуйста короче да вот на руке уже будет видно что видно что ты видишь вот видишь что что я свечу на стадия полосочки видны ну в общем увидим на машине вот на маришке голубой цвет цвет есть работает ну конечно полосочки расходятся гораздо меньше чем на чем на этом самым котен на картинке и в отзывах писали что крылышки намного короче типа чем намного короче чем на рисунке ну я думаю что когда она будет падать с машины на дорогу я думаю что эффект будет немножко другой в общем установим посмотрим так давай зайка что там у нас следующее мы немножко дорожимся нам сегодня надо идти с катаринкой очень обещаю что запишем большое подробно да это будет многим интересно на антошины брейкетах и а на всех новых брейкетах давай бери бобл рак так в общем у нас еще две коробки ну я 1 открыл давай мою посмотрим так значит что у нас здесь у нас здесь вот такая модная штука еще одна для машины она стоит я помню точно 7 долларов 14 центов это конечная цена до распродажи она стоила там что-то 17 с какими-то центами в общем минус она наклейка в общем это вот такая метр двадцать длина штука держи метр двадцать длина штука это дополнительный стоп-сигнал стоп-сигнал дополнительный ну сейчас я попробую вам показать что он делает так черный у нас минус да а значит что она будет делать у нее она многофункциональная она будет гореть синим цветом когда едешь вперед она будет гореть белым светом когда едешь назад она показывает красным стоп-сигнал и она показывает левый и правый поворот вот как сейчас я попробую ее зажечь так красный плюс значит мы его вставляем в плюс черный это минус что-то было что-то моргнула и что сделаю еще раз чтоб еще раз моргнула только один раз можно почему-то моргает белым потому что и наверное еще нужен один это будет стоять в машине но светить наружу но в общем ей надо еще один плюс и я не хочу лазить по проводкам то кстати не знающий броду лезть в воду а вот здесь написано сейчас мы почитаем так значит где у нас это c плюс так наверное это будет приблизительно так black это минус значит мы берем вот так да но ты хочешь красный здесь надо еще дать один это пошел один поворот это пошел другой поворот белый это наверно задний ход будет нет это стоп получился так давайте зеленый посмотрим это передний ход когда типа вперед есть так и сам как они знают а это все будет подключено в машину а это задний ход белый но это может за счет этого он сюда немножко что-то в общем все работает все надо только подключить это будет лента стоять сзади под крышкой багажника и в щель по идее она должна будет выдавать всю вот эту вот дискотеку вот это вот вот это вот оно должно быть наклеено вот сюда оно пришло отдельно но оно пришло наклеено на пакет в общем это у нас пришли держалки для телефона или для камеры у нас в общем мы хотим попробовать писать влоги в машине на телефон для этого а телефон надо жестко закрепить и те подставки которые у меня есть я уже пробовал крепить и в общем из-за того что у них вот тут получается такой большой рычаг между самой подставкой и креплением телефона телефон вибрировал и смотреть такое видео невозможно поэтому я купил вот ну это какие-то там 90 центов или 85 вот эта подставка стоит она коротенькая и я надеюсь что телефон дрожать не будет в общем это будет испытано это для записи именно влогов а вот это вот еще одна подставка которая вставляется все уже наверно ну кто на машине ездит знает она вставляется в сиди ченджер и на ней можно закрепить либо телефон либо планшет не знаю что буду закреплять на что-то буду потому что у меня в принципе в машине работает два телефона и один из них они закреплены хорошо тот который для дороги с картой и с приложением для убера прямо под рукой а второй на котором играет музыка или если я хочу что-то посмотреть он немножко так вот на вентиляторе вдалеке и мне до него неудобно дотягиваться а иногда на нем надо нажать саша саша иди помахай для этого я купил вот эту вот подставку она тоже стоит что-то там порядка доллар 30 доллар 35 в нее можно закрепить либо планшет что скорее всего так и будет либо телефон и она будет у меня ближе под рукой мне это будет как бы удобно вот но это не все да как я сказал еще идут там какие-то две посылки где-то по моему я их посмотрю когда они придут и сюда допишу и выйдет этот вот вот такой вот алиэкспресс на блок если кому-то что-то интересно я могу дать ссылки на эти товары сразу и вставлять не буду потому что мне честно говоря не этих товаров целая куча я их не испытывал я их покупаю первый раз я не могу у них говорить хорошо или плохо я вам показал что они работают поэтому давать ссылку я не вижу смысла если кого-то заинтересует там по истечении месяца я буду видеть что это работает я могу дать ссылку а нет вы можете просто перейти найти что-то подобное на алиэкспресс тем более алиэкспресс по моему присылает в беларусь там писали комментарии в россию в беларусь ходит вот через секунду продолжение а